В московском военном окружном суде заканчивается процесс по делу 31-летнего капитана третьего ранга Николая Захаркина. По версии следствия, в ночь с 11 на 12 ноября офицер выбросил из окна восьмого этажа двух дочерей своей гражданской жены Ирины Лапузиной. Матери восьмилетних близняшек Кати и Даши в это время не было дома. Устав от постоянных отлучек супруги и перед тем, как расправиться с детьми, отчим написал гражданской жене несколько смсов. Час двадцать. Попрощайся с Дашей. Час двадцать один. Попрощайся с Катей. Час тридцать. Возьми трубку. Во время судебного процесса капитан Захаркин так и не признал свою вину и до сих пор во всем обвиняет Ирину Лапузину. В нашей программе мы поговорим о том, как получилось, что офицер плота, которого все знали только с положительной стороны, обвиняется в таком чудовищном преступлении. Тема эфира. Капитанские дочки. Здравствуйте. В кресле главная героиня, соседка Ирины и Николая Вера Павловна Постникова. Вера Павловна, расскажите нам, что произошло в ночь с 11 на 12 ноября. С 11 на 12 ноября в нашем доме я живу в этом подъезде. Живу я уже в этом доме очень много лет. И такого кошмара, такого ужаса, который произошел вот в эту ночь, вообще даже никто не мог предположить, что такое может быть. Я услышала, лично вот я услышала крики, я сплю очень чутко, я услышала крики где-то, наверное, ну где-то половина второго ночи. Кричала очень сильно женщина. Я вышла на балкон, ну так вот взглянула, что-то вот, ну думала, мало ли у нас под балконом иногда очень часто бывают бомжи там какие-то, еще что-то. Никто даже не мог предположить. А вот у меня приятельница моя, она живет на втором этаже. И вот именно в это время она вдруг услышала очень сильный хлопок об землю. Ну тоже подумала, мало ли, может быть, пакеты сверху бросают. Но вдруг через какое-то мгновение, ну буквально, ну может быть, через, меньше даже чем через минуты, она услышала детский плач. Детский плач, она прям говорит, кто-то вот так вот заплакал. И она говорит, я почувствовала сразу, что какая-то беда случилась, что это не просто так, что случилась беда. Она говорит, я быстренько платок одела, выскочила на балкон. Она говорит, я вдруг увидела, что бежит женщина, бежит женщина. Женщина очень сильно кричала, а за ней бежал мужчина. Они подбежали к этим девочкам. И женщина, говорит, стала девочек вот этих собирать в кучу. Она пробовала их даже вот как-то на ноги поставить, потому что девочки сами, вот эти вот две девочки, они такие росленькие. Они не то, что какие-то вот маленькие, такие рослые девочки. Вот, она стала собирать... Но вы еще не понимаете, и ваш ответ не понимает, что произошло? Абсолютно. Никто ничего не может понять. Она говорит, ну я услышал детский плач. Ну, она говорит, я не поняла, в чем дело. Но так как кричала сильная женщина, она поняла, что какая-то беда случилась. Что случилась какая-то непоправимая беда. Она говорит, девочек она стала вот в кучу сгребать. И вот с этим мужчиной они потащили девочек к машине. Машина легковая стояла совсем рядышком. А мужчина кто? Это вот этот... Нет, мужчина, конечно, был не вот этот ее товарищ, с которым она живет в доме. Она приехала на легковой машине с каким-то мужчиной. С каким-то мужчиной, откуда-то она приехала. Откуда приехала, непонятно. Абсолютно. Ну, никто ничего не знает, Андрей. Это ночь, это глубокая ночь. Вот этот крик, вот этот ужасный. Но вообще, вот до этого момента вы как бы охарактеризовали эту Ирину? Вы знаете, ну вообще она такая неконтактная, эта Ирина. Но девочки, в общем-то, были сами по себе хорошие. Они всегда хорошо одеты, девочки ухоженные. Ну такая, она всегда такая была надменная, такая гордая была женщина. То есть, как я понимаю сейчас всю историю, еще не приехала, еще скорая помощь не приехала, но мать уже увидела. Да, вот сейчас уже так подключивая. Мама, она кричала, конечно, она кричала очень сильно. Я думаю, что она, наверное, конечно, у нее помутнение в рассудке было. Потому что, вот видишь, что... Она же, наверное, знала вот из смс-ок, что произошло, что произошел вот этот ужасный случай. Но как потом якобы повезли этих девочек, она вот с этим мужчиной, у нас там рядом пост в ГАИ, они повезли вот этих вот девочек на пост в ГАИ. Ну, приехав туда, сотрудники ГАИ сказали, а зачем же, как же вы так могли поступить? Нужно было дождаться скорой помощи, нельзя же трогать вот в таком состоянии. Детей было. Ну, вот якобы потом с поста ГАИ была вызвана скорая помощь, и девочек отправили по больницам. Вот понимаете, страсти вообще, и вот этот накал, который длится до сих пор в нашем доме и дворе, не утихают разговоры. Вот я, например, буквально два дня назад общалась с соседями, которые живут под этой семьей. Ну, то есть они мне сказали, что вот можно было ожидать чего угодно, потому что вот как только начинается вечер, там начинаются какие-то вечные потасовки, неурядицы. То есть дети всегда плакали. Эта женщина там кричала, что-то там выясняли они отношения. И вот так говорит вообще целыми ночами напролет. Давайте сейчас послушаем капитана юстиции, следователя по особо важным делам, Олега Семеновича Сахарина. Что говорит он? Внимание. В ходе следствия подозреваемый Захаркин отказался от дачи показаний, воспользовавшись положениями статьи 51 Конституции Российской Федерации. Соответственно, вину свою не признал. Основная версия – это ревность. Он пояснил, что она неоднократно поздно возвращалась с работы. Он отправил несколько смс-сообщений в адрес своей сожительницы, содержание, чтобы она попрощалась со своими дочерьми. Как объяснил он в суде, таким образом он хотел привлечь внимание своей сожительницы, поскольку она не отвечала на смс-сообщения, не отвечала на его звонки. Давайте сейчас пригласим еще одних соседей, они живут напротив этой семьи. Леонид и Наталья Капустины. Встречаем. Добрый вечер. Какое впечатление на вас произвела вообще вот эта семья? Мы маму практически не видели. Папу, вот мы, причем до этого момента даже не знали, что это не папа, не родной отец. Было впечатление, что это семья, родные дети, там, папа, мама, потому что папа водит в школу. То есть впечатление было, что папа заботился об этих двух детях. Никакого шума и криков, и тем более драк никогда не возникало в этой семье, потому что у нас стенка общая, и мы могли бы что-то слышать. Да, хождение из квартиры на лечную клетку было. Было оно, может быть, с пол первого ночи и... Ну, мы видели, слышали, что хлопает очень сильно дверь. Кто ходил там, мы не подходили, голоску не видели. Дверь хлопала этой ночью очень сильно, не один раз. Но вот мы слышали же, что мать подъехала на машине, были крики, но это все прошло мимо вас, да? Вот этого мы не слышали. Я накануне видел Николая, я был на лечной клетке, он вышел из лифта не пьяным, не каким-то там, как его выставляют, там, может быть, обкуренным, не был. Он нормальный, адекватный человек, пришел с работы домой. И что случилось после, это только можно догадываться. Давайте послушаем еще одних соседей, их версия. Внимание на экран. В субботу у них был день рождения у девочек, у этих. Они отпразднули, очень хорошо все было. А вчера они с мамой рассорились. Мама не была дома, и он пьяный по какой-либо причине, вот, решил отомстить. И таким образом, вот, выбросил девочек. Они, в принципе, люди совершенно были вот такие вот незаметные, можно сказать. Да, здрасте, до свидания. А когда вот люди так живут, тихо, замкнуто. Ну, там, видно, такие вот глубокие мотивы. Ну, выбросить детей, это, конечно, вообще ужасно. Ну, это вообще нонсенс. Это, я не знаю, кошек жалко, собак жалко. Как это вообще можно? Ну, я на этом думаю, что человек, конечно, болен очень. Ведь Ирина поехала ночью покупать микроволновку в два часа с каким-то посторонним мужчиной. Вы слышали эту версию? Да, конечно. Человек работал в мытищах менеджером, а доехать с Новогиреева до мытища на трамвае нельзя. И какая работа менеджером заканчивается так поздно. И мы Ирину в последнее время вообще очень редко видели. Давайте сейчас пригласим человека, который прилетел в нашу программу из Владивостока. Он хорошо знает Ирину. Он лучший друг ее бывшего супруга. Это Денис Батуркин. Что расскажет он? Встречаем Дениса. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Присаживайтесь. Я постою немножко, можно? Да. Я приехал из Владивостока поддержать своего друга Михаила и сказать, что он замечательный отец и Ира замечательная мать. И когда они жили вместе, у них было все хорошо и нормально. Были, конечно, какие-то неурядицы, но я думаю, что в каждой семье это есть. Я не думаю, что сейчас стоит собирать сплетни какие-то и что-то обсуждать сейчас Иру. Мы не собираем сплетни, но я, человек незнакомый с Ирой, разглядываю ее фотки на сайте. Понятно, что в этой социальной сети каждый позиционирует себя, как считает нужным. Согласитесь, девочка, которая приехала из Владивостока в Москву, ее перевез парень, перевез с детьми, влюбился, бросил все. Вот человек, который позиционирует себя вот так, в два часа ночи покупает микроволновки, кидает детей. Согласитесь, что вот такие фото, мягко скажем, не добавляют ей плюсов в создании образа идеальной матери, которая заботится о своих детях. Ну, я понимаю, но это лично ее дело. С кем оставлять детей? Кто их будет воспитывать и кто их будет кидать ночью с балкона? Нет, соответственно. То, что фотографии где-то выкладывать... А Миша с ней развелся по каким причинам? Ну, просто они сошлись с характерами, скорее всего. Или Ирочка гуляла его в Владивостоке? Этого я не знаю, как бы, это их личное дело, семейное. Насколько я знаю, просто они сошлись с характерами. Вы можете сейчас говорить все, что прекрасно, говорить, что это замечательная семья, но мы-то знаем версию, Денис, да? Давайте уже как бы четко. Девка гуляла в Владивостоке, встретила московского парня, он перевозит ее сюда, она начинает это. Вы можете, конечно, здесь и стоять, и можете даже уйти из студии, честно, потому что прийти сюда и говорить это личное дело всех. Секундочку, все-таки мы говорим о матери, дети, которые были выкинуты из окна. Почему выкинуты из окна? Потому что человеку, который это сделал, без, я не знаю, как еще это объяснить, как можно объяснить действие человека, который берет двух девочек и последовательно выкидывает их из окна. Причем тут мать? Мужчина, как угодно можно себя вести, если гулящая жена, ну побей ее. Ну, это, конечно, плохо, я противник этого. Ну, бывает, но дети тут при чем? Дети-то не гуляли, дети максимум там плакали, дети, может, ему спать не давали. Детей-то тут при чем? Ее из окна выкидывай тогда, но не детей. Но я не знаю, как было на самом деле. Вы знаете, как всегда говорят, тебе дала, тебе не дала, не дала, значит, б***ь. Поэтому, что мы обсуждаем с женщиной, которая находится в ситуации черного горя? То есть у нас всегда женщина, всегда права. Вот это не нравится? В данном случае, в данном случае. А я не верю, что офицер морской смог поднять руки на детей. Я не верю в это, потому что он за детьми ухаживал, забирал их из школы, водил их в школу. Даже когда пришел домой, он их покормил, спать положил. А вот жена где была и где ходит? Это тоже странно, конечно. Давайте тогда выясним, кто это сделал. Вот именно, надо еще разобраться, кто это вообще сделал и почему вдруг какой-то друг приехал. Но есть версия, что он обвиняет, что это Ирина сделала своими руками. Это же тоже версия есть. Но, кстати, забирал Ирину 13-го числа какой-то мужчина на Градском. Это в 23.10 Ирина села в машину, и они весело уехали с кучей вещей. У нее заранее планированный план какой-нибудь, который тоже, вот она приехала в Москву, встретит человека, также решит свои проблемы семейные и все остальные, как бы вот так вот. Может, у нее заранее был план. Ну, Максим же верит в светлое, что девушка приехала с двумя детьми. Секундочку, Андрей. Я не верю в светлое. Я просто, посмотрите, я просто не знаю. Я, конечно, читал в дневнике писателя Достоевского рассказ о том, как пьяная мать забыла ребенка на крыльце и свинья ребенка съела. Ее суд присяжных стал оправдывать, исходя из того, что там социальные обстоятельства и всякая это фигня на самом деле, понимаете? Но в данном случае мы видим перед собой не бомжиху, понимаете, не какую-то гулящую женщину. Дайте мне всякую другую фотографию, пожалуйста. Мы видим не бомжиху, дайте фотографию с сосисками, да? Мы видим не бомжиху. Да, вот Андрей. Знаете, давайте не будем девушкой есть сосиски. Александр Владимирович? Да, сосиски едят совсем иначе, насколько я разбираюсь с сосисками. А вы специалист по пыльданию сосисок. Совершенно с вами согласен. Это любимое блюдо моей семьи. У меня шестеро детей, и мы все очень любим сосиски. И когда наша мама ест сосиски, она не делает такие глаза и, в общем-то, делает совсем иначе. Это шутка какая-то. Это ваша мама. Конечно. Это моя жена. Семья с мачехой или с отцом, это иная семья, мы должны себе признать. Здесь мать абсолютно нормально в 11 ночи, уезжает покупать микроволновку, это уже ситуация достаточно смешная, да? Я, например, в час ночи езжу тоже в магазины, как правило, вот заканчивая работу. Понимаете, я недавно принтер купил в одной компании, я не хочу бренду произносить в эфире, в пол первого. Мне надо было расстрелить, я поехал, у меня там... Максим, когда вам звонит ваша жена, в 12 ночи вы берете труп? Причем тут я, мы обсуждаем конкретно... Нет, когда вы приходите домой и видите ваших детей, которые оставлены одни, да, а жена, не предупреждая вас, поехала за микроволновкой, она что, повар, да, или что, она участвует в каком-то кулинарном шоу, на следующее утро, что ей нужно... Жизнь каждой семьи, опять вернемся к русской классике. Помните, все пары счастливы-одинаковы и несчастливы, там и так далее. Начинается Анна Карейна. Это жизнь этих людей. Давайте, в этой семье случилась страшная трагедия. Как она случилась? Это вопрос психологов, психиатров, следователей разбираться. Почему этот человек выкинул, что с ним такое? Я считаю, никакие социальные причины не могут оправдать такого поступка, никакие. Не получение зарплаты, там, не продвижение карьеры, измена жены не может это оправдать. Он мог взять, хлопнуть дверью, собрать вещи, написать там, видеть тебя не хочу, пошла ты куда подальше, имя твое хочу забыть и уйти. Но взять, выкинуть детей. Значит, пусть лечится тогда. Там надо выяснить, в каком состоянии этот человек находится. Максим, ну согласитесь, пожалуйста. А никто ведь не видел, что это он выкинул. Максим. А смс-ки кто послал? А тоже неизвестно. Любой человек может оправдать. А вот это, знаете, следствие всегда принесло. Слушайте, говорим про ревность, которая слепа, да? Ну, а все-таки расскажите нам про Иру. Я понимаю, что их отношения с Мишей это личная история, но все-таки какие-то... Вот пару слов про эту прекрасную девушку. Ну, девушку могу только сказать хорошую. Ну, хорошо, хорошо. По крайней мере, насколько я знал, когда они жили с Мишей, было все хорошо. Дети были опрятные, сытые, одетые, как бы их... Ну, опрятные, это еще не говорит о том, что все хорошо. Нет, они, по крайней мере, ходили в садик, и у них было все хорошо. По крайней мере, по мере с детьми, было все замечательно, все отлично. То есть, теми своими детьми она занималась очень плотно и, так сказать, по-настоящему, да? Ну, как теми, эти детьми. А, то есть, дети-то одни. Она ехала в хорошем настроении, дети были радостные, она даже общалась с ними. Мы в один лифт попали, в одном лифте мы ехали. Девочки ехали с какими-то новыми куклами. Я еще с ними поговорила, говорю, ой, какие у вас куклы красивые. Они говорят, да, вот у нас уже старенькие, пришли в негодность, вот нам мамочка новое купила. Она хорошо зарабатывала, судя по всему, если могла позволить такую себе роскость. Съемная квартира, правильно? Съемная квартира, дорогие куклы, хорошая одежда, это не бесплатно, на мой взгляд, все, правильно? Значит, ее годы и работа по ночам, это оправдывало, значит, семью устраивало, устраивал этот режим, что она работала, значит, мне там платили больше. Папа работал мало, судя по всему. И нельзя осуждать, наверное, они прекрасно жили, раз не было до этого никогда. Давайте послушаем маму Ирины, которая живет в Владивостоке, и которая боялась отпускать дочь в Москву, внимание. Сначала уехала мама их в мае, познакомилась с Николаем, вот, потом она мне звонила, что будет их забирать, ну, я была категорически против, поскольку я женщина такая деспотичная по характеру, может быть, у меня на фоне этого с дочерью, ну, были какие-то сложности, что я ее просила, говорю, Ирина, говорю, не увози их. Пока там не оформленные отношения, неизвестно что, вот, но она мне говорит, что возможностей там больше для развития, для всего. Ну, общалась я и с Николаем Анатольевичем, он мне заверил, что он любит ее. Ну, получается, что если бы Миша тоже вот настоял бы на том, чтобы своих дочек не отпускать в Москву, да, то такой бы трагедии не произошло? Или у Миши уже своя семья и свои проблемы? Это неизвестно, произошла бы такая трагедия, нет, это дело случая просто-напросто, и дело двух людей, которые, дело семьи, в которой живут эти люди. Ну, я уже слышал, ваши версии, что это личное дело, да. Я хочу сказать только одно, что кто бы тут не был виноват, но это чистый фашизм, самый натуральный, взять спящих детей, бросить вниз. А почему он сам не сбросился с этажа, почему он головой в стенку не бился? Таких просто надо стрелять на месте. Во-вторых, бабушка должна была встать, руки раскинуть перед дверью и сказать, не пущу тебя с детьми, иди одна, оставь детей здесь. Не было бы этой трагедии. Пускай за это ответит мать, мать такая, вообще ей надо лишить материнства за такие. Она ведет в дом мужика и сама бегает еще к третьему. Одного бросила, второго бросила, да он должен был ее убить, но не детей никак. Я считаю, что это просто, она должна за все ответить, ее надо лишить материнства. О чем вы говорите? Давайте послушаем еще раз бабушку, внимание. Она мне сказала, что Николай Анатольевич пытался покалечить внучек. Ну ты, мама, не переживай, они живы, все в порядке, у них только царапины. Бывают отношения между мужчиной и женщиной, там любовь, чувства, невыясненные, может быть, порой. Ну, поднимать руку на детей, это, то есть, я такие вещи, ну, как вам сказать, такие грехи, это самые страшные грехи против невинных детей. Я вот мысленно беру их за руки, вспоминаю что-нибудь такое хорошее, и вот это мне, по крайней мере, помогает их, как бы, возвращать их. Возвращаю, вспоминаю что-нибудь хорошее, вспоминаю, как я их водила в садик, вспоминаю, как я их водила со школы, и стараюсь вывести их из сложившейся ситуации. Юрьевич, как вы считаете, почему мать, которая убита горем, говорит, скажем так, своей маме, что все в порядке, легкие ушибы, и все хорошо? Боится ее расстраивать или? Это выглядит неадекватным, конечно, и тут надо думать, какая психология это определяет. Но, мне думается, Николай совершил этот дикий поступок в результате нервного срыва по типу последней капли. Когда накапливаясь, накапливаясь переживания ревности и измены, доводит его до точки кипения, и он уже теряет контроль над собой, над своими поступками. Это свойственно, да, некоторым аномальным личностям, данные о которых, в общем-то, не приводятся. Я не располагаю этими данными, что он был каким-то психопатом. Он проходил медицинскую проверку, и все было нормально? И все было нормально, и у него положительная служебная характеристика имеется. Дальше. Все-таки, возможно, и второе допущение, что вот тут какой-то сосед сказал, что он пьяный был накануне или вот в период этого времени, когда произошла трагедия. В таких случаях допускается возможность состояния патологического опьянения, когда наступает помрачение сознания, и человек под влиянием галлюцинации и бреда совершает совершенно немотивированные и страшные поступки. При всем этом, при всем этом, если эти допущения имеют право на существование, исключить отрицательную роль Ирины в том, что он дошел до такого состояния, никак нельзя. Потому что всем своим поведением, всем своим видом, она его доводила до крайней степени жестокости, переживания, и уже он не мог этого преодолеть. Никак. Но у меня возникает сомнение. Показатели соседей, которые живут ниже, говорят о том, что не было истерического вопля мамы, которая увидела полуживых деток своих. Их не слышно было, в отличие от того, что он сам сказал, что он этого не делал. Психическое состояние было нормальным. Может быть, это, конечно, предлог для оправдания своих действий или отхождения от ответственности, но он допускает, что это либо Ира сделала их мать, либо кто-то третий. И говорила, что она подъехала с каким-то мужчином, небритым, и, возможно, это был один из ее любовников и ухажеров. Давайте, во-первых, не будем делать такого рода допущения, которые оскорбляют человека. Во-вторых, во-вторых, давайте все-таки, вот я чувствую, вы такой психиатр прям большой, а смски в каком состоянии он написал, попрощайся с Катей, попрощайся с Дашей. Вы уверены на сто процентов, что это его? Нет, я не уверен, но если вы хоть раз в жизни брали в руки мобильный телефон, то вы прекрасно понимаете, что всегда можно понять, с какого номера пришла смс-ка. А с другой стороны, согласитесь, вы только что защищали мать, которая поехала в два часа ночи покупать микроволновую печь, мать, которая получает смс-ку, попрощайся с Катей, наверное, может оторваться от выбора. Так она и приехала, так она и приехала, извиняюсь. Вы так не считаете, Мария? Она приехала. Так она потом... Она же приехала. Спустя сколько? Спустя час, когда можно ответить на телефонный звонок? Можно добраться, неизвестно, где она была. Какая бы мать ни была, это не оправдывает действия этого нечеловека. Как можно двух деток беззащитных спящими выбросить из окна, с девятого этажа? Пусть она там плохая, развратная, все это, но это кто? Это монстр какой-то. И взять, так сделать. Это могло быть состояние невменяемости, болезненного состояния. А потом, вы знаете, вы знаете, что это за аргумент? Что это за аргумент? Она гуляла, она веселая. Так у вас получается, что Кармен тоже, понимаете, виновата, что ее Хосе зарезал. Надо было меньше подолом вертеть. Это не аргументы. Это аргументы не живого человека. Живые люди больше, чем ваши психиатрические схемы. До чего доводят мужчин вот такого рода женщины? Давайте мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу. Далее в нашей программе друзья Николая Захаркина. Они знали его с детства и знали только с положительной стороны. Они не верят, что он способен на такое чудовищное преступление. КАПИТАНСКИЕ ДОЧКИ В московском военном окружном суде заканчивается процесс по делу 31-летнего капитана 3-го ранга Николая Захаркина. В повестке следствия в ночь с 11 на 12 ноября офицер выбросил из окна 8-го этажа двух дочерей своей гражданской жены Ирины Лапузина. Матери 8-летних близняжек Кати и Даши в это время не было дома. Устав от постоянных отлучек супруги и перед тем, как расправиться с детьми, отчим написал гражданской жене несколько СМС. Час 20. Попрощайся с Дашей. Час 21. Попрощайся с Катей. Час 30. Возьми трубку. Во время судебного процесса капитан Захаркин так и не признал свою вину и до сих пор во всем обвиняет Ирину Лапузину. Во время рекламы к нам присоединилась Мария Николаевна Рапцун. Она знает Захаркиных 30 лет и не верит, что Николай совершил преступление против детей. Она приехала из Краснодарского края на программу. Здравствуйте. Добрый вечер. Андрюша. Я приехала из Ростова-на-Дону. Я очень хорошо знаю семью Захаркину. Колю практически с 3-х летнего возраста. Мы жили в одном военном гарнизоне. Я мать 4-х сыновей. Мы жили одной дружной семьей. Что такое военный гарнизон, вы, наверное, знаете. Извините, я очень волнуюсь. Мне не хочется верить. И наш весь третий Североморск. Никто не верит, что мог Коля такое совершить. Но если он давал СМС-ки, то это уже... Расскажите нам про Колю. Пожалуйста. Присаживайтесь. Расскажите нам про Колю. Вот каким он был парнем? Колю я знаю с 3-х летнего возраста. Он практически вырос на моих глазах. Мама, врач, терапевт. У нас работала уважаемый человек в гарнизоне. Отец, капитан 2-го ранга. Это был эталон семьи и эталон воспитания детей. И очень обидно слушать в адрес Коли такие обвинения. И еще мы считаем, что заинтересовано еще третье лицо, про которое мы очень мало знаем. Коля рос мальчиком застенчивым, добродушным. Он никогда кошку не обидел. Он по жизни соберет по гарнизону всех котят, собак приносил домой. И он настолько жалел. Он был очень общителен. У него было всегда очень много друзей. Что случилось? Такая ситуация. Мы были в ужасе. Мне позвонили ночью. Я живу в Ростове-на-Дону. Позвонили сослуживцы, которые по информации по телевидению, по-видимому, я не знаю даже откуда они узнали, такой информации, что случилась такая беда. Простите, а я не понял. Он уже был женат до этого. У него, как я понимаю, там ребенок есть маленький. Да, есть ребенок. А почему он расстался? Он офицер, курсант, расстался с первой женой, так положительно характеризуемый, и ушел от двухлетнего ребенка. Объясните. Ну, знаете, это личные дела, как говорится, каждого. Да, и мы в личную жизнь как бы вмешиваться не имеем права. Не, ну на ваш взгляд, вы друг семьи. Вот, Коля, да, мы общались с матерью. Поймите, мы хотим этому человеку помочь, мы не хотим тут никого затоптать в пол, в асфальт, ни его, ни ее, на самом деле. В наших глазах произошла жуткая трагедия. Дети, девочки две прелестные, были выкинуты в окно. Мы хотим понять, что случилось. Расскажите нам, почему он оставил свою первую семью и двухлетнего маленького ребенка? Как Коля объяснял, родители тоже очень переживали эту трагедию, потому что у них семья была положительная, достойная, и они знали, что они разговаривали с ними, просили его, умоляли. Коля, у тебя ребенок, ты уходишь от семьи, бросаешь своего, и ты несешь ответственность за двух детей. Ну, он объяснил тем, что он влюбился, и Ирину, он познакомился в апреле месяце с Ириной на Дальнем Востоке, в мае месяце он ее привез в Москву. То есть, значит, Ирина, понимаете, виновата в том, что он влюбился, ушел от двухлетнего ребенка. Ирина виновата у вас, получается? Нет, не Ирина виновата. Я не обвиняю ни Ирину, я не защищаю в этом отношении Колю, что он оставил ребенка, ушел. Мне просто хочется объективно рассказать про семью, о человеке, которого я знала практически с трехлетнего ребенка. Ну, то есть, ваше точка зрения, что когда он встретил Ирину, это была такая ослепляющая страсть, понятно, что не первую же берешь и везешь в Москву, правильно, а действительно какая-то любовь и чувство, которые он испытывал. Какие испытал Коля. Но он жаловался своим родителям, что что-то им, может быть, не получается, что он как-то разочарован в том, что это... Он не жаловался, только 7 ноября был день рождения девочек, Коля позвонил матери и сказал, мама, поздравь девочек, родители живут в Твери, поздравь девочек с днем рождения, мама его спросила, а Ирина? Ирина не оказалась дома. И Коля объясняет, что Ирина уехала в командировку, у них там произошел диалог, что как она могла среди ночи уехать в какую-то командировку, зная, что у детей день рождения. Больше никак не было. А для вас, вот как для творческой личности, вот это не история про лисичку со скалочкой, сначала Владивосток, потом Москва, а дальше уже, конечно, ей этот парень вряд ли подходит, потому что есть более богатые же ребята, правильно, которые могут покупать микроволновки в 2 часа ночи, а дальше и машины. Андрей, я не берусь судить, потому что микроволновку можно купить в 2 часа, вы знаете, есть масса магазинов, где работают, и можно купить. И может быть, нужно было девчонок, она оставляет, им надо греть, кушать, что там, кнопку нажал, подогрел, поесть. Может, и надо было это срочно на самом деле сделать, понимаете? Коля служила рядом с дома, без нее об этом нельзя, осуждать нельзя. Ну что, давайте послушаем еще классную руководительницу Николая Захаркина, которая приехала на нашу программу, Нина Валентиновна Шагалина. Встречаем ее. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я, Андрей, очень волнуюсь, потому что об этой жуткой истории я узнала сейчас и случайно. Когда в СМИ я услышала имя Коля Захаркин, я даже не обратила на это внимание, потому что этого, ну, просто не могло быть. Потом мне позвонили мои ученики, которые учатся с ним в одном классе, и сказали, Нина Валентиновна, вы слышали вот такую жуткую историю? Из Мурманска позвонили девочки. Я говорю, нет, а что случилось? Вы посмотрите, пожалуйста, в СМИ и все узнаете. Мы, говорит, мы тут все в шоке, мы не знаем, как думать, о чем. Я, естественно, посмотрела в СМИ, когда я увидела вот эту фотографию Колина. Вы знаете, вот я испытала шок. И вот бывает так, что когда ты учишь детей на протяжении 20 с лишним лет, там, Петрова, Сидорова, Иванова проходят сквозь тебя, и ты можешь сказать в будущем, да, это возможно было с этим человеком, это может произойти. Или там, понимаете, ну когда Коля Захаркин, я его знаю с 88-го года, когда он пришел ко мне в среднее звено в пятом классе. Я его учила до 11-го класса, после 11-го класса мы общались еще 4 года. Он приходил ко мне домой, я специально привезла фотографию, на Новый год он приезжал. Он всегда писал поздравительные открытки на протяжении всех лет обучения в школе и потом. Вы знаете, вот бывает так, что этот мог выпить, этот мог подраться, этот мог там что-то сделать. Я вот говорю вам честное слово, ни разу на протяжении всех лет ни одного отрицательного случая по отношению Коля Захаркина не было. Это был один из моих любимых учеников в школе, лучших учеников. Он учился практически на одни пятерки, он учился по особой программе, для него созданной, для одаренных студентов. Вы понимаете? И когда вот такая жуткая история. Но вы считаете, что он не мог этого сделать? Или вы сейчас слушаете эту программу, понимаете, что Ирина его просто довела до такого? Я считаю, что это не мог этого сделать. Хорошо, давайте. Я тут слушала передачу, я уже много читала. Вот почему получается так, что Коля, мне когда девочки позвонили, они сказали, Ирина Валентиновна, вот получилось так, что Коля оставил семью. Но этого не может быть. Мы с ним очень долго общались по интернету, и вдруг буквально последний месяц, вот последний месяц, Коля перестал с нами общаться. Вот это был последний месяц, когда он перестал общаться с одноклассниками. Скажите, пожалуйста, а вы что преподаете? Я преподавала русский язык литературы. То есть вы знаете историю про хорошего мальчика, Родю Раскольникова, который жил с мамой, с сестрой, у которой все было хорошо, который положительно характеризовался по месту учебы. Все его знали хорошо, потом приехал в Петербург, стал студентом, взял, пришла ему в голову идея себя проверить. Пошел топором, зарубил старушку, а заодно и беременную женщину убил. Человек хороший, на самом деле, даже к духовному прозрению пришел в конце. Так жизнь человеческая, она же непредсказуема. Подождите, потом вы знаете, в чем дело, да? СМС-ку может послать любой, будем исходить от этого, да? Это раз. Второе, восьмой этаж, восьмой этаж, это не второй этаж, это не третий этаж, это восьмой этаж. Как вы думаете, я когда летела сюда, я разговаривала с женщиной, женщиной-медик, она говорит, вы знаете, я не верю в эту ситуацию. С восьмого этажа летят два человека. Ну как вы думаете, и что может остаться от человека, который брошен с восьмого этажа? Это удивительная история, немного неясного, я с вами абсолютно согласен. Вот извечный вопрос, кто виноват, да? Ну, выясняется, что Николай, положительно характеризовавшийся, круглый отличник, бросил семью с двухлетним ребенком, оказывается, ушел к этой женщине. А вы не думаете, что может быть такое ослепление любовью? Я как раз, я-то как раз и думаю, что было ослепление любовью. Вот это вы как раз. Для меня это история про то, что хорошие мальчикам, хорошие мальчикам часто попадаются по жизни вот такие, как вы не хотите, чтобы я выражался, а у меня другого слова просто нет. А для меня история про то, что в хорошие мальчики часто бывают маньяками, например, тоже. Неправда, неправда. Но если вам все говорят, что девочка ест сосиски неправильно, а вы видите в ней святую, понимаете, то, конечно, у нас разные точки зрения. В интернете создана инициативная группа помощи девочкам. В чем заключается ваша задача? Мы полностью Ирину поддерживаем, это вообще... То есть вы считаете ее прекрасной мамой? Я... Это не важно, какая она мама, она мама. Вот. И мать есть мать. А он кто? Он только в ней не сидел. А вы просил, он нормальный, да? Зачем ее правду вообще лишать? За что? За что? За то, что он выкинул? Все-таки вот эта версия, что девочек кто-то выкидывает с первого, второго этажа, да? Потому что понятно, что с восьмого упасть и девочки живы, это фантастическая история, такого не бывает. А какие мотивы? Какие мотивы? Я понимаю, Андрей, вот... Папа, обуеваемый к ревностью, лежит пьяный, просто уже не может дождаться. С его телефона, естественно, кто-то посылает ей сообщение. И дальше все развивается по плану. Ну вот давайте разберемся мотивом. Дело в том, что дети, а опять-таки литературный сюжет, являются часто разменной монетой в отношениях между мужчинами и женщинами. Мы знаем суперклассический сюжет Медеи. Однажды Езон приходит к Медеи, говорит, я хочу жениться на дочери царя. Что делает Медея? Медея убивает сыновей, которых она родила от Езона, готовит их и он их съедает, не зная, что это его сыновья. В данном случае эти дети не имели никакого отношения к их совместной жизни. Я бы можно было понять. Мать решила отомстить. Бывает такое. Мы читали об этом. Это дикость. Мы об этом слышали. Убить детей, которые она прижила от этого мужчины, чтобы отомстить ему. Комплекс Медеи. Но в данном случае это дети ее. К нему эти дети не имели никакого отношения. Поэтому представить, чтобы она стала калечить этих детей, чтобы ему отомстить, но это такая сложная формула, честно вам скажу. Я просто не понимаю мотивов. Время программы «Пусть говорят» всем, что это сегодня капитанские дочки. В московском военном окружном суде заканчивается процесс по делу 31-летнего капитана 3-го ранга Николая Захаркина. По версии следствия, в ночь с 11 на 12 ноября офицер выбросил из окна 8-го этажа двух дочерей своей гражданской жены Ирины Лапузиной. Матери 8-летних близняшек Кати и Даши в это время не было дома. Устав от постоянных отлучек супруги и перед тем, как расправиться с детьми, отчим написал гражданской жене несколько смсов. Во время судебного процесса капитан Захаркин так и не признал свою вину и до сих пор во всем обвиняет Ирину Лапутина. Еще одну секунду, я же тебя не слышу, еще раз. Она нашла себе любовника, соответственно, совместно они хотели его подставить, и чтобы жить в его квартире. Она съемная квартира. Во-первых, эту квартиру они снимали, как я понимаю, это не его квартира. Квартиру они снимали вместе, платили, еще неизвестно, кто платил за эту квартиру, кстати. Вот хорошо бы это выяснить. Потом, что еще подставить? Ну, нашла любовника, взяла бы, ушла там и из дома. Видно, что этими детьми, видно, что эти дети были ухоженные, девочки веселые. Знаете, видно, вот в этой программе часто бывают семьи очень трагические. К сожалению, Пусть говорят, такая вот, на мой взгляд, очень глубокая программа, которая показывает социальный средь жизни. Мы тут много чего видели в Пусть говорят. Мы видели детей алкоголиков, детей бомжей. Ну, согласитесь, но это дети благополучных родителей. Максим, за ними ухаживала бабушка. Бабушка им занималась в Владивостоке. А это вы уверены, что это московские фотографии? А, не уверен, кстати. Я не уверена, это во-первых. Во-вторых, вы не забывайте еще. Она оставит девочек там, но она привезла их сюда, в Москву. Потому что она пыталась обосноваться здесь. Не хотелось расставаться матери с детьми, это понятное чувство. Я думаю, что она и в Владивостоке им не очень занималась. Она молодая, красивая женщина. Выкладывала свои фото, вы же сами говорите. В интернете. Слушайте, но она же не на порно сайтах. Она пыталась устроить свою жизнь каким-то образом. Все-таки, мне уже интересно, вы молодые, современные девушки. Вот почему вы стоите на стороне Ирины? Поведение которой явно здесь, даже при том, что лучшие друзья не хотят рассказывать, но понятно, чем она занимается и как она себя ведет. Знаете, мы не знаем, чем она занимается и чем она зарабатывает. Я как мать, я даже не знаю, ну была там она где-то даже, вообще не оправдывает. Вы как мать хоть раз поехали в полвторого ночи покупать микроволновку? Нет. Вы? Ну, я бы не поехала, но не факт, где она была. Может, у нее машина заглохла где. Ага. Это же вы, Саня. Вы? Нет. Тогда вот вам не кажется странным, что тебя нет дома, полвторого оставлены дети, вам парень присылает смс-ки, где ты, ответь, ответь. Понятно, что час двадцать это просто первая смс-ка, которую мы вам представили, а может быть до этого с двенадцати там было двести восемьдесят смс-ок, где ты, что ты делаешь и почему ты не отвечаешь. Ну, это же система была определенной уже жизнью. Обязательно она у любовника была. Андрей, Андрей, набрела-то это очень короткое. Вот я купила в два часа, клянусь вам сыном, в два часа купила в одном магазине себе аэрогриль. В два часа, понимаете? И мне тоже муж звонил, и тот, где, а я покупаю аэрогриль. Это же не значит, что я пошла к любовнику. То же самое у нее. Может, ей надо, понимаете? Ну, отвечайте только за себя, она должна отвечать еще за детей. Зацепились за эту микробовую. Давайте сейчас пригласим в студию еще однокурсников Николая Захаркина, Павла Комиссарова и Романа Козлова. Они учились вместе с Колей в Военно-морском институте радиотехники в Санкт-Петербурге, и их называли тремя мушкетерами. Здравствуйте. Я знаю, что вы даже после окончания учебы поддерживаете отношения и поддерживали отношения. Что вы знали о жизни Николая в последнее время? Да, мы учились вместе в одном училище. Пять лет прожили в одной комнате буквально, да. Последний раз ему звонил 17 октября, когда ему был день рождения. Он был счастливый, веселый, никаких у него не было заморочек. Человек очень хороший, очень добрый, очень... К детям прекрасно относился. Всегда. К моим детям, к чужим детям было все равно. Начальник караула, командир взвода. Никогда никаких проблем не было с ним. Не верю, что такое могло быть, что Николай мог подобное совершить. Я просто не верю. Но вам что-то он рассказывал про отношения с новой девушкой? Вот с новой девушкой ничего не рассказывал. Вернику знал хорошо, дочку его знал. Но вот последний раз, когда он мне звонил, я говорю, как у тебя дела? Ну, я тебе, говорит, потом расскажу. А у нас не принято лезть другу в душу, как бы, и он ушел от ответа. Что было здесь вот последние три месяца, непонятно совершенно. Но вы считаете, что вообще Николай ревнивый? Николай абсолютно неревнивый человек. Он равновешенный, спокойный, всегда приветливый. У него были большие планы на жизнь. Он закончил институт практически с отличием. То есть там две-три-четвертля. Ему предложили место в Москве. Это место очень считается престижным. И в это место, как бы, не берут людей психически нездоровых. То есть нельзя списывать это на то, что человек был с больной головой. Там проходят регулярные медкомиссии. Вы поймете, что там людей нездоровых не берут. Елена, ну для вас, вот как депутата Госдумы, может быть, эта история действительно про то, что, может быть, четче нужно проводить медкомиссии? Знаете, я вот внимательно вот эту фотографию рассмотрела. На мой взгляд, вот люди, которые застенчивые, вот, кстати, об этом говорили, да, люди застенчивые, которые вот спокойно учатся, у них спокойная жизнь, они спокойно женились, у них спокойно родился ребенок. Тут вот эта яркая любовь, которая, понимаете, затянула его, забрала его, а он потом почувствовал, что это не его человек. А назад дороги нет. Я думаю, что даже наверняка он себя потихоньку корил, а может быть, даже ей говорил, что я из-за тебя бросил семью. Вот это накопилось и наверняка могло привести к тому, что он совершил такой поступок. Почему именно такой? Потому что человек безумно любит эту женщину и бросает за нее семью. И он ей лично, нет, он ей хочет причинить боль, но такую боль, которую она смогла бы, не может пережить. Ну что он ей сломает руку или выкинет ее, да, с балкона того же самого. Он причиняет жестокую боль. Он это делает через абсолютно незащищенных людей, маленьких человечков. Причем, знаете, действительно очень странно, ведь с восьмого этажа можно упасть. И мы знаем, в случае с десятого падают пьяные люди, остаются живыми. Но падают два человека и остаются живыми оба. Не есть ли это, что он действительно это сделал, но сделал это не с восьмого этажа. Сделал это, ну, я не знаю, с пятого, с четвертого, с третьего там. То есть продумал это. Причем продумал действительно в состоянии такого шока, когда он ожидал, что будет счастливая долгая жизнь с этой женщиной, но понял, что это абсолютно не его человек. Вот судя по психологии, вот по фотографии смотришь на лицо, человек действительно абсолютно спокойный. И вот именно у таких спокойных людей несчастная любовь может привести к таким последствиям. Но то, что произошло такое для меня, еще раз говорю, очень страшно. Но то, что сделала женщина, это тоже очень страшно. Потому что она разрушила не только семьи, да, свою и его, она разрушила жизнь своих детей. Для меня это страшно. Я еще больше схожусь на том, что женщина особенно должна быть осторожна. ...детей, когда на скорой помощи повезла я в больницу. Нет, я думаю, что... ...вы знаете, я знаю такие семьи, где такие хорошие мамы, папы, и все хорошо, и, казалось бы, все нормально, а там возникают такие маниакально-депрессивные состояния, когда вот говорят, семья хорошая, дети только мечтают, чтобы вырваться из этой семьи, и такие совершают поступки. Мы не знаем, как устроена жизнь человека. Даже самые раз психологические психологи вам не расскажут досконально сценарий человеческой жизни. Да, пожалуйста. Коля позвонил, сделал два звонка перед тем, как его, ну, как бы, взяли под стражу. Он позвонил жене Веронике и сказал, Вероника, никогда не верь, что я совершил такой поступок. И позвонил отцу. Точно такие же слова сказал. Ну, и в заключении хочу сказать, что стало известно, что капитан Захаркин признан виновным и приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Не теряйте голову от любви. Берегите себя. До свидания. Ирина Лежачева из Нижнего Новгорода считает, что ее 15-летняя дочь Таня стала сексуальной рабыней взрослого мужчины. Просто педофил, и больше слов для него нет. Привел к себе домой, положил на этот диван и сделал все, что посчитал нужным. Я хочу, чтобы этого человека не было рядом с нашей семьей, вообще не было здесь. Чтобы он сидел. 18-летний Александр Воронов говорит, что любит несовершеннолетнюю дочь Ирины Лежачевны. Мама просто не в себе. Педофиле она мне обменяет. Я никого не носил. Я не собирался никого носить. Да, мы там переспали с Таней. Ну, по-боюду согласились. А 15-летняя Таня готова отречься от родной матери ради своего возлюбленного. Я очень надеюсь, что его не послали. Я не останусь одна. Но если, не дай бог, такое случится, то я не знаю, что своей матерью сделаю. Готова даже убить ее. В нашем следующем эфире можно ли запретить детскую любовь? И как взрослые должны реагировать на первые чувства детей до 16? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!